Первая половина 19 века это, пожалуй, лучшее время для великих возможностей. Особенно, если вы молодой британский джентльмен аристократического происхождения, да еще и в самом расцвете сил. Перед вами открыты все дороги. Вы можете купить или основать поместье. Вы можете состоять в одном из многочисленных лондонских клубов и играть там в гольф с другими джентльменами, тратя на это хоть все свое время. А если вдруг вы поймете, что вам не сидится на Туманном Альбионе, всегда можете отправиться в путешествие в одну из многочисленных колоний Британской империи. Даже если вы хотите собственную страну или колонию, это уже будет чуть сложнее, но и это возможно. Обзаведитесь своей армией или кораблем, отправьтесь в путешествие, а уж корона вас поддержит. Ну, именно так и поступил английский авантюрист Джеймс Брук. Но перед этим он успел послужить лейтенантом английской и остинской компании, поучаствовать в первой англо-берманской войне и даже получить там ранения. Восстановившись от ранения и вернувшись служить в Индию, он, к несчастью, опоздал на сборный пункт в Мадрасе и оказался в отставке. Не беда, что будем делать дальше? А давай отправимся в новое приключение. Так Джеймс Брук отправляется в путешествие в Китай, прямо из Индии, а оттуда обратно в Англию. А вскоре затевает торговое дело на Дальнем Востоке, но это у него получается не очень успешно. И так бы участвовать в приключениях и путешествиях ему дальше без особого успеха, но в 1835 году неожиданно для себя Брук получает в наследство аж целых 30 тысяч фунтов стерлинга от покойного отца. И вроде, ну вот что за деньги такие? Всего 30 тысяч фунтов стерлинга. Но по текущим временам это было бы что-то в районе 2,5 миллионов тех самых фунтов стерлинга. И куда же их тратить? Ну, можно положить в банк, можно купить поместье с охотничьими угодьями. Нет, это скучно. Джеймс покупает джентльменскую яхту, шхуну-руэлист. Она вооружена 6-6 фунтовыми орудиями, а также ей в придачу идет огромное количество стрелкового оружия, что фактически делает ее частным военным кораблем. И вскоре, собрав команду, он отправляется на ней в новое путешествие, но на этот раз на Малайский архипелаг, который еще приметил во время своих прошлых путешествий на Дальний Восток. Итак, сначала он прибывает в Сингапур. Там он узнает о перспективах торговли в Калимонтане, а именно в Сараваке. Там же он получает поручение от местного губернатора. Тот просит поблагодарить наследника престола султаната Бруней, Раджу Муда Хасима, за помощь британским морякам, потерпевшим кораблекрушение. И вот наш английский авантюрист прибывает в провинцию Саравак, а именно в его административный центр Кучин, и там он знакомится с Хасимом. В это же время, по совпадению, в Сараваке вышивали восстания даяков. Даяки – это местные аборигены острова Калимонтан, которых Хасим должен был по поручению султана Брунея подавить. Тут Брук понимает, что это прекрасная возможность, и, оказывается, втянут в подавление восстаний в качестве помощника своего нового грунейского друга из султанской династии. Обладая собственной шестипушечной британской яхтой с вооруженной командой, а также огневой мощью европейского Старого Света, он весьма успешно возглавляет силы Хасима и достигает определенного успеха в подавлении восстания даяков. В обмен на бесценную помощь Брук получает личное назначение губернатором Саравака, да причем от самого султана Брунея в 1841 году. А уже 18 августа 1842 года его даже назначают Раджой в Кучине. А сам Джеймс Брук при этом получает прозвище Белого Раджи. Определенно, после такого успеха Саравак мог бы стать очередной колонией Британской империи. Но это могло бы, с другой стороны, стать причиной ухудшения отношений с Соединенными провинциями Голландии, владеющими значительными колониями и торговыми предприятиями в Малайском архипелаге. Но, с другой стороны, Королевское правительство было явно заинтересовано в подавлении императства в регионе. Оно значительно угрожало имперской торговле и ее компаниям. Что, в свою очередь, поспособствовало как военной поддержке британского авантюриста, так и поощрению Брука в развитии его квази-государства, подобно тому, как это происходило с английской остынской компанией. По сути, для Брука это была уникальная возможность использовать как свою собственную власть от нового титула, так и поддержку Королевского флота. Так, в 1845 году он, заручившись поддержкой прибывшего в регион адмирала Кокрейна, смог добиться отстранения своих врагов при Брунейском дворе. Кстати, у этих врагов были антибританские настроения. К несчастью, уже в 1846 году в султанате вновь случается переворот и на этот раз убивают лояльно настроенную к англичанам элиту. Ну а вот с другой стороны, может быть и к счастью, потому что после этого Брук вновь заручается поддержкой Кокрейна и на этот раз вынуждает султана Амара Ли дать Джеймсу суверенные права на провинцию Сравак, а также в придачу получить остров Лабуан. И как раз кстати, этот остров затем становится стратегической базой для британского судоходства и торговли. После этих событий Джеймс Брук становится по сути обладателем собственного государства, да к тому же подкрепленного поддержкой мощнейшего Королевского флота. По сути, он становится неоспоримым доминантом на острове Калимантан с потенциальными возможностями для дальнейшего расширения экспансии в регионе. Ну и конечно же, Джеймс, как настоящий патриот, скучает по родине. В 1847 году он посещает родной Амбион. Там к нему относятся как к герою в самом высшем обществе. Он получает оксфордский диплом, а также рыцарское звание. Его портрет, нарисованный самим Фрэнсисом Грантом, впоследствии становится выдающейся работой викторианского империализма. Пожалуй, это весьма впечатляющий успех для авантюриста, который смог стать не только правителем собственной колонии, но и возвысится в высших кругах ведущей державы тех времен, владеющей, ну так ни много ни мало, 20% территорией всей планеты. Вернувшись в свою новую страну, Джеймс Брук продолжает свою экспансию против даякских племен, теперь под предлогом борьбы с пиратством и с использованием всех сил, в том числе британского флота. В 1849 году состоялось довольно неоднозначное для Джеймса сражение – мыса Батанг-Мару. С одной стороны, в рамках данного сражения была одержана уверенная победа, и даякские племена вместе с пиратскими группировками потеряли практически целую флотилию, и при этом было уничтожено не одна сотня человек. С другой стороны, его даякские союзники устроили кровавую баню, зарезав множество пленных. Да, международных конвенций тогда не было, но так или иначе, все это привело к разбирательству в парламенте в 1854 году. На этих заседаниях Брука оправдали, и он вернулся к своим делам. Но даже самые талантливые авантюристы не могут повлиять на смерть. За свои последние 10 лет жизни он пережил три инсульта, но все еще упорно продолжал править страной. И уже перед самой своей смертью он все-таки объявил наследника. Им стал его племянник – Чарльз Энтони Джонсон Брук, который стал Роджой с 1868 года. Чарльз также продолжил расширять государство за счет Брунея. Так, в 1881 году у него получается расшириться за счет прихода в регион Сабах британской компании Барнео. Эта акционерная компания была основана в том же году и получила от короны юрисдикцию на земли северного Барнео. Ну, не совсем акционерное общество, конечно. Как известно, подобные британские компании обладали практически безграничными привилегиями и занимались по сути не только торговлей, но и обладали своим собственным флотом, армией и были сравнимы с другими государствами и часто вели свои собственные войны. Приход союзной компании в регион подхрестнул Чарльза, и он оккупировал еще несколько областей Брунея, и его земли стали граничить практически с землями султана. А сам Бруней к этому моменту уже стал совсем крошечным государством. Вскоре, в 1888 году, Британия устанавливает протекторат над всем северным Калимантаном, включая и компанию северного Барнео и Саравак. Таким образом, авантюристское государство получает полную и теперь официальную защиту гегемона и гиганта. Поскольку Белый Раджа значительно расширил свои владения за счет даяков, он сумел войти в историю как борец с обычаем охоты за головами. Дело в том, что среди даяков было правило, что мужчина обязательно должен принести голову своего врага, иначе он не может зваться настоящим мужчиной и жениться. Сомнительная традиция, по сути, приводила к самоистребрению. Султан обратился к Белому Радже с предложением, что все земли даяков, которые он захватит и отменит там этот обычай, будут владениями Саравака. И ему это удалось. Чарльз Брук устроил удачную военную экспедицию. В рамках нее он захватывал вождей племен, при этом обычных даяков отпускал к своим семьям. С вождями он проводил объяснительные работы, и некоторые вожди даже после этого были публично казнены, но все вернувшиеся даяки после этого забрасывали традицию. Так обычай охоты за головами был побежден, а территория Саравака была значительно увеличена. И хотя восстание даяков было скорее обычным делом во времена его правления, но в 1893 году вспыхнуло самое крупное из них – восстание племен недовольных политикой колонистов. Брук организовал несколько экспедиций для его подавления, которые одна за другой заканчивались неудачно. Причиной тому стало значительное сопротивление повстанческих группировок вкупе со вспышкой холеры. Но постоянные рейды, в рамках которых уничтожались целые деревни и огромные поля с посевами, все же привели к тому, что восставшие прекратили свое сопротивление и признали Раджу, хотя и только в 1908 году. Стоит обратить внимание на то, что за годы правления Чарльза Энтони Джонсона Брука значительно скакнула экономика региона. Особенно с момента открытия нефти и внедрения производства каучука. Также Радж всячески поощрял переселение китайцев в регион, которые в основном селились вокруг Кучина и занимались развитием сельского хозяйства. Под правлением Чарльза Энтони Джонсона Брука Сарабак постоянно расширялся и процветал день за днем, что делало государство английского авантюриста достойным колониальным владением и протекторатом короны, и в то же время самостоятельной державой на Малайском архипелаге. В 1917 году Чарльз Брук умирает, и новым наследником престола белых Раджей становится его сын Чарльз Вейнер Брук. Унаследовав престол, новый Раджа Сарабака, наверное, и не знал, с какими трудностями придется столкнуться его государству и ему лично на заре жесткого 20 века. Мировой кризис 1930-х годов привел к падению цен на каучук и перец, а по сути нанеся удар в самое сердце экономики Сарабака. Экономика получила значительный урон, а еще и восстание до Яков, которые в очередной раз его подняли только для того, чтобы в 1932 году вновь быть сокрушенными. И вот, накануне столетия государства белых Раджей, мир ошарашивает новость о начавшейся Второй мировой войне. Хоть и армия Сарабака явно не участвовала в боевых действиях, Радж внес свой денежный вклад в метрополию в размере полтора миллиона долларов. Но настоящая угроза пришла в Сарабак с другой стороны, со стороны Японской империи, которая активно развивала свою экспансию в Азию и Тихоокеанский регион. Конечно, Вейнер знал об этой угрозе, и находясь под протекторатом Британской империи, последняя несла ответственность за защиту своего подопечного государства. Однако все мы знаем, что основные силы империи оказались связанными в масштабных и кровопролитных сражениях Европы и Северной Африки, в битвах против нацистской Германии и итальянского королевства под властью Муссолини. И все же, опасаясь, что нефтеперерабатывающие заводы попадут в руки врага, Британия порекомендовала Сарабаку обороняться тактикой выжженной земли. Оборона государства Раджей зависела главным образом от пехотного пенджабского полка, развернутого там, а также от местных сил Сарабака и Брунея. 19 декабря 1941 года начинается воздушная атака на Кучин. Япония бомбит город и аэродром, что приводит к массовому бегству населения в сельскую местность. 24 декабря, с прибытием японского эсминца Сиракума и других кораблей, японцы решают высадиться на берег у Кучина. И после непродолжительных перестрелов пенджабский полк и другие местные силы самообороны отступают. 7 января пенджабский полк пересекает границу в голландской части острова, а 9 марта и вовсе капитулирует. Сам же белый Раджа Чарльз Вейнер Брук отбывает в Сидней и там остается до самого завершения войны. 11 сентября 1945 года после продолжительных боев австралийская армия освобождает Кучин. С этого момента управлением Саравака занимается британская военная администрация. И даже после прибытия Чарльза Вейнера Брука в 1946 году, она не меняет своего решения и оставляет Саравак в качестве колонии, по причине полного отсутствия финансирования для реконструкции государства. К сожалению, на этом и заканчивается столетняя история страны Саравак. Это государство достойно своего времени, эпохи великих колониальных приключений и поиска новых богатств. Оно олицетворяет, насколько многого может добиться человек, ведомый авантюризмом. Ну а мне осталось рассказать про одну личность, связанную с данным государством. Хотя нет, не буду я вам заново пересказывать историю Джеймса Брука. Я думаю, вы и так уже услышали достаточно и поняли, что это был один из выдающихся людей 19 века. Ну, по крайней мере, один из таких людей, которые интересны нам в наших рассказах. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok